Приветствую вас и вы знаете, на самом деле нет такого понятия, что у вас в отношениях все плохо. На самом деле многое зависит от того, как вы сами ощущаете то, что происходит. Вот вы пишите, что гражданский муж изменяет вам уже три года, но живет он при этом с вами. Значит, мужчина считает для себя возможным вам изменять, мужчина считает для себя возможным оскорблять вас, унижать вас таким своим поведением. Но при этом ему в принципе комфортно с вами, удобно с вами и он это делает как бы в отместку за то, что вы также забеременели от другого мужчины. А разница только в том между вами, кроме беременности, конечно, что он это делает судя по всему явно, как бы в отместку. Он не решил, что вы, например, перестанете, ну вот вы перестали ему изменять, а он решил, что он ответит вам именно тем же. То есть он не захотел ответить на вопрос, почему вы стали ему изменять. Он не захотел разбираться в причинах, он решил вас отомстить. И вы знаете, нет такого понятия, что у вас все плохо. Плохо это оценка людей со стороны. Вот эксперты вам уже писали, что отношения тупиковые, построенные на обмане. Что первопричина обмана не выяснена, что с ним нужно разбираться, ну и так далее. Это понятно, но вы знаете, вы ведь живете так уже три года. И эти три года вы с этим миритесь, да, с этими изменами. Вы их терпите, вы не уходите, вы надеетесь на нашу семью, вы надеетесь, что у вас получится построить отношения. И вам, надеется, никто не запрещает. Но, понимаете, в чем дело, именно крепкие, именно гармоничные, именно искренние доверительные отношения нельзя построить на обман. И вы можете выпрашивать прощения у мужчины за то, что вы ему изменили, забеременели, от него и так далее. Это все понятно. Но вот причина, по которой вы поступили именно так. Ну, ваше прощение и добивание того, что было наступать с вами среди решетов. Вам нужно в данном случае не прощения у мужчины просить, а объяснить ему, почему он оказался в такой ситуации. В ситуации, когда вы ему изменяли. И до тех пор, пока не будет ясна, ваше мотивационное составляющее поведение, из-за которого вы так себя вели, то есть вы что-то не получали, вам что-то не нравилось. Вы ведь как-то были не удовлетворены, и, например, какой у вас была семейная жизнь, и, например, как вел себя с вами мужчина, и так далее. Вы не просто так, не от хорошей жизни начали ему изменять. И вот нужно в первую очередь понять, что вас заставило. Понять хотя бы для себя, потом передать этому мужчине. И если он это примет, если он захочет это понять, возможно, он перестанет вам изменять. Только вот знаете что, предположим, что вы действительно друг друга обманываете. Но вы обманывали, потому что находились в определенной ситуации, когда вы не могли удовлетворить своей потребностью какой-то. Может быть, потребность во внимании, может быть, потребность в ласке, в любви, в тепле. Вы не могли эту потребность удовлетворить. И это прогнуло вас на измену. Кто в этом виноват? Ну, конечно, часть ответственности несете вы. Но часть ответственности несет и ваш мужчина. Потому что он создал такую ситуацию. И нельзя отрицать того факта, что он также виноват в том, что вы ему изменили. А что делает ваш муж? Ваш муж как бы из чувства мести вам мстит. Изменяя вам. Я не думаю, что это поведение человека, который вас любит. Потому что принципиальность, компенсационное отношение к человеку. То есть, если ты мне в этом сделал плохо, то я обязательно должен это возместить. А непрощение, подобное вот унизительное представление ваших усилий по сохранению отношений как чего-то, что нужно только вам, все это говорит о том, что мужчина, в общем-то, если вам и раньше дорожил, то прощать он вас не готов, а чувства его к вам не настолько сильны, чтобы вместе стремиться к тому, чтобы улучшить атмосферу, климата ваших отношений, чтобы принять вашу ошибку, потому что никто не идеален, чтобы понять, что вы благодаря этой ошибке какие-то моменты свои осознали, ну и так далее. У мужчины просто нет на это желания. И ему легче изменять вам, то есть, находиться постоянно в конфликте, в постоянной эскалации, да, в постоянной вразделии с вами, чем стараться прийти к какому-то общему знаменателю, чем стараться как-то оценить то, что произошло. Это выбор вашего мужа. И его выбор никто не вправе, наверное, осуждать. И у вас все неплохо. Вы неправильно немножечко понимаете то, что говорят вам эксперты. У вас неплохо. Вы три года так жили, и вы еще можете вполне столько же времени прожить. Но вопрос в том, будете ли вы счастливы или нет. Мужчина, который сейчас вам изменяет, и мужчина, который понимает, что вы терпите его измену, что вы смиряетесь с ней, что вы считаете ее, ну, если не тем-то трагичным, то, по крайней мере, неизвестным, мужчина вам и не дрожит. Мужчина не держится за вас, потому что вы добивались его и молили о прощении. И именно это отношение к вам мешает построить ту самую крепкую семью, о которой вы писали в своем сообщении. Ведь что нужно для крепкой семьи? Просто просите себя, что нужно для крепкой семьи вам и, по вашему мнению, вашему мужчине. Вот спросили, какие-то пункты для себя отметили, а потом перенесли эти пункты на реальную жизнь, на реальную картину ваших отношений. Есть эти пункты или нет? Я специально не буду говорить вам ни один из этих пунктов. Вам нужно самостоятельно их для себя выявить, самостоятельно наложить их на то, что вы реально имеете с вашим мужем, дабы сравнить и в сравнении понять, насколько вы сами же далеки или близки к своему идеалу крепкой семьи. И в зависимости от этого понять, можно или нет что-то еще спасти. Понятие плохо – это когда человеку что-то не нравится. Вот, знаете, не нравится там, например, какой-то цвет, не нравится там какая-то картина, не нравится что-то еще. И в данном случае нам со стороны кажется, что вы живете, конечно, не самой счастливой жизнью. Но, если у вас с мужем такие отношения, то, значит, они имеют место быть. Они у вас так сложились. Первое, ошиблись, возможно, находясь под впечатлением, под давлением каких-либо обстоятельств. Потом мужчина начал вести себя так же. И, вы знаете, я думаю, что это, в принципе, нормально. Это нормальный такой жизненный процесс развития человеческих отношений. Но вопрос-то заключается не в том, насколько у вас эти отношения развиты, а вопрос заключается в том, реализуете ли вы в этих отношениях свои желания, свои стремления, чувствуете ли вы себя женщиной и так далее. И вот вы знаете, исходя из того, что вы написали, что вы сперва мужчине изменяли, потом вы умоляли его вернуться, умоляли его простить вас, а теперь вы терпите его измены. Так вот, протяжении ваших отношений вы, ну, если не большую, если не половину, то, по крайней мере, значительную часть, значительную часть времени, проведенного с этим молодым человеком, с этим мужчиной, вы не были женщиной. Вы не чувствовали с ним себя женщиной. Потому что, когда вы изменяли, вы бежали. Когда вы просили прощения, вы унижались. Когда, когда сейчас вы терпите его поведение, вы наступаете на свою гордость, наступаете на свое самолюбие и так далее. И вопрос заключается вот в чем. Ради чего? Ради чего вы так себя ведете? Что заставляет вас так себя ведете? Что заставляет вас терпеть это все? То есть, изменяя своему мужу, вы как равно были с ним. Когда он узнал, вы просили у него прощения. Сейчас вы терпите его такое поведение. Значит, значит, он для вас чем-то привлекательный. Но чем? Определенно, мужчина не является счастливым сейчас. И определенно вы счастливой тоже не являетесь. Значит, вас связывают не любовь, не чувства, а какие-то другие желания. И мы, конечно, не можем говорить про мужчину, но мы можем говорить про вас. И, исходя из того, что вы написали, я могу сделать вывод, что вы хотите в нем семью. То есть, у вас есть некий образ семьи, который вы хотите, и которая является для вас основной целью, которая является для вас важной целью. И вы к этой цели идете, вы к этой цели стремитесь. И она для вас важна и цена. И вот ради нее вы готовы все терпеть. Но, понимаете, семья – это когда люди близки. И когда люди любят друг друга. А у вас, получается, что семья – любовь с сыном. При том, что вы даже, в общем-то, с мужчиной не счастливы. Я думаю, что, говоря о том, получится ли у вас построить отношения, вот, отвечая на ваш вопрос изначальный, получится ли у вас создать истребку в семью. Я думаю, что да. И если вы какое-то время побудете друг с другом, если вы какое-то время отдалитесь друг от друга, не будете жить вместе, переосмыслите свою жизнь друг от друга, когда указывает вас, реально другого человека не будет. И вот потом, спустя какое-то время вы встретитесь, и либо вы забудете все, что было с вами ранее, и начните ваши отношения с чистого листа, либо вы поймете, что слишком много в вашей жизни обид, и вы не готовы все эти обиды простить, и потому, потому вы все-таки расстаетесь. В обязательном порядке я бы рекомендовал вам извлечь опыт из всей этой ситуации. Вы можете не рассказывать нам, какой обман произошел с вашей стороны, то есть, почему вы изменяли своему мужу долго и тайно. Вы можете не рассказывать, почему вы терпите такое его поведение, и почему так слезно молили его о том, чтобы он вернулся. Но, вам нужно определить, чего вы для себя сами хотите. И вот те действия, которые вы совершили, вам больше совершать не нужно. Но не для мужа, не для кого-то еще, не потому-то это аморально, не потому-то это плохо, а вам не нужно завершать этих вещей для себя. Если вы для себя поймете, что то, что вы делали, было неправильным, если вы для себя это осознаете, то следующий ваш мужчина, даже если с этим ничего не получится, следующий ваш мужчина будет защищен от этих ваших ошибок. И будучи защищенным от этих ваших ошибок, вы с ним сможете построить новые, более зрелые, более честные, доверительные, откровенные, искренние отношения, которые станут основой для той самой крепкой семьи, которую вы хотите получить, которую вы хотите создать. Увы, отношения на обмане не могут быть крепкими, там могут быть очень сильные чувства, которые доставляют людей прощать друг другу обман, и там может быть терпимость, когда люди доставляют себя терпеть подобные отношения, а может быть прощение, когда я имею ввиду прощение не чувственное, как в первом случае, а именно прощение духовное, когда человек совершает акт, вышли акт духовной воли и принимает человека таким, как он есть, забывается то, что он сделал, дает ему еще один шанс. И вот если у вас ни одного из этих трех моментов нет, и ни один из этих трех моментов вы не можете воплотить в жизнь, то именно крепкой семьи у вас не будет. Какая это семья будет? Хотя вопрос, почему вы встречаясь 8 лет, и если по всему живя вместе, до сих пор не заключили брак официально? Что вам не позволило это сделать? Почему мужчина до сих пор не сделала вам предложение? Этот момент тоже достаточно важен для того, чтобы лучше понимать вашу ситуацию, но в целом пока что дела обстоят именно так. то есть нет ничего плохого в том, что у вас происходит, нет ничего трагичного в том, что с вами происходит. Слава Богу, вы оба живы и здоровы, но простите пожалуйста, вопрос в том, насколько удовлетворены ваши желания, ведь сюда к нам да и вообще к психологу люди обращаются не те, у кого что-то плохо или что-то хорошо, а люди обращаются те, которые чувствуют дисгармонию. Вот вы чувствуете дисгармонию и именно поэтому, потому что вы ее чувствуете на самую дисгармонию, именно поэтому вы к нам и обратились. Так вот вам нужно понять, что же сделать для того, чтобы дисгармонию эту убрать. И когда вы это поймете, у вас будет четкое понимание того, что делать, куда идти, куда стремиться и так далее. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.